А Ольга, что преподаете? Еще раз здрасте. Я юрист, преподаю юриспруденцию правоведневной политологии. Распортное право, гражданское право. Право разобрал, понял. У меня, знаете, какой вопрос есть? Тут созрело желание такое с одной из кафедр скопилироваться. Конкретно информационной технологии и электроника. И разработать типа чат-бота, связанного с юридическими консультациями. То есть они по программу, а я, например, говорю им, вот да, типа у меня есть муж, я имею проблемы с имуществом. Мое имущество вот так или вот так хочу поделить. Это возможно вообще технически оформить, да? То, что вы сейчас говорите, а как ваше отчество не расслышу? Васильевна. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна. Что такое дихотомический ключ, вы, наверное, слышали? Нет. Применяется в следственных действиях. Есть некое... Вот то, что вы сейчас сказали, вы уже поняли. И я вас понял. А следователь задает вопрос, да или нет. В любом случае половина неизвестности отсекается. Вот так вот дихотомическим ключом проводят диагностику проблемы, в том числе юридической, консультационной. Я сегодня покажу пример. Если я забуду или вам покажется мало, напомните, вам покажу. Здравствуйте, Ольга. Ольга Павловна. То есть можно? Возможно, и на самом деле юридическую консультацию можно так показывать. Правильно я понимаю? Маленькие такие, да, вот легкие. У вас какой-то голос с эхоли или... Эхо отражается от стен, я не все разбираю. Повторите. То есть простые юридические консультации на такой платформе можно делать? Да. Да, да, да. Скажем, например, оборудование договора. Причем, Ольга, я добавлю, что вы сами можете сделать. Да ладно. Зная предмет, вот вы сейчас посмотрите, Юрий Николаевич, и посмотрите, как это... Ну, понимаете, ну вот въехать можно, ну, за дня-то за три. Там, знаете, самое сложное это составить сценарий диалога. И мой бот Василий, я сегодня буду показывать, у него, он играет, он ведет диалоги учебные. И он как раз учит писать сценарий. Это самое сложное, вот эту дихотомию, вопросы задавать правильнее. То, что не нужно, сразу отсекается, вот он на такую диагностику. Вот составить табличный сценарий, я покажу, это сложно. У меня там будут некоторые трюки, я тоже поделюсь. Раз Игорь Владимирович попросил, мой друг, я покажу несколько приемов, их где-то десяток, которые резко сокращают технические трудозатраты. Эта платформа не такая простая. Там она обладает колоссальными возможностями. Она даже может распознавать голос собеседника, превращать его в текст, анализировать текст. То есть можно даже руками ничего не писать, и она будет вести диагностику. Так, ну это срочно мне, пока идет дистант, надо срочно идти у вас. Давайте мы, у нас осталась одна минута, давайте мы начнем, послушаем. Юрий Николаевич, очень коротко, быстренько, вот расскажешь про нашу... Сколько? Еще одна минута, и начинаем. Вот эти предварительные знакомства, они тоже очень полезные. Вот нам Ольга Павловна подключилась в служебной форме, я видел, симпатично, красиво. Это, ну ладно, это форма ОРЖД, нас тоже всех заставляет, но я как-то вот председатель правкома, так мне можно без формы. А так у нас все тоже в форме ходят. Ну я большую часть своей жизни тоже провел в форме. Начиная с 14 лет. Понятно, ну что? Ну что, давайте мы начнем, потому что уже 13.00, и Юрий Николаевич, пожалуйста, начинайте демонстрацию, будем вас слушать. Только единственное, очень попрошу, как бы кратко, так емко, для того, чтобы можно было ответить на все вопросы. Сколько даете минут? Ну минут 15-20, не больше. Хорошо, спасибо. Вы мне подскажете по регламенту, хорошо? Да, конечно, конечно. Добрый день, дорогие коллеги, я Юрий Николаевич Белоножкин, президент Союза профессионалов дистанционного обучения. Хочу вам сегодня в этом кратком докладе изложить одну главную мысль. Верна ли гипотеза, что педагог может самостоятельно разрабатывать учебные чат-боты на бесплатной платформе в интересах снижения перегрузки? Она у всех есть, особенно в дистанте. Слово дистант вульгарное, но популярное. И сохранение качества обучения. Вот такая вот сложная задача. Гипотеза такова. Вот я не буду сейчас проводить опрос в Менте. Я проводил его 10 дней назад. И до доклада, и после доклада картинки менялись. Здесь интерес есть. Структура вот вы видите на экране. Не буду ее читать. Вы умеете. Я буду быстро. Актуальность. Ковид. Признание роли дистанционного обучения. Перегрузка. Родители, слава богу, здесь их нет, но они есть в школе. Они против. То есть борьба. На школьников или на ваших обучаемых тоже растет нагрузка. Жалуются на отсутствие методологии, терминологии, стандартов качества. И где же резерв? Резерв, вот он написан на экране. В согласованных между собой методиках и практиках владения идеальными инструментами. Подчеркиваю, потому что предлагается столько многого всего. И они не все идеальные. В итоге все плохо знают. А нужно найти свой, родной, изучить его, и он будет работать. А где же эти методики и практики? Мы проводим вебинары, конференц-связь. Мы используем ЛМС или систему дистанционного обучения. Я тоже использую. Разные мессенджеры, телеграммы, конструкторы контента. И что, и где же этот резерв? Резерв, вот, сегодня мы обсуждаем. Чат, боты. А может быть, это удавка. Это еще неизвестно. И ими пугают всех. О них много говорят и пишут, особенно ученых. Но методик нет, практик нет. Но вот сегодня, Владимир Владимирович, такую возможность предоставляет я и практик. И алармизм, то есть паника. Вот эти чат-боты, искусственный интеллект. У многих, многие боятся. Вот вместо нас они будут работать, и нас уволят. Что мной сделано в этом плане? Я провел анализ всех платформ, которые доступны были мне, где-то 45. Я составил к ним требования. То есть я знал, что от них хочу. Пощупал, составил требования. Я провел их, свою собственную экспертную оценку, потому что я их изучил, отранжировал. Провел апробацию и разработал собственные методические рекомендации, которые можно посмотреть по этой ссылке. Они доступны. И все-таки мы не забываем главную мысль. Это снижение нагрузки. И у всего хорошего есть всегда плохое. Дело доклад. Блески, нищета. Цифровизации чат-ботов по Бальзаку. Почему плюются на боты? Многие ими недовольны. Первая причина. Они ошибаются, тупят. Сразу люди расстраиваются, уходят. Логические нелепости в диалогах отталкивают. Сложность реализации естественного языка. Естественный тот, на котором мы говорим. Но есть и блеск у них. Первое – это диалоги на основе правил. Мы чуть коснулись. Выбираешь варианты ответов – это на основе правил. Это не естественный язык. Это язык следователя или доктора. Но иногда он нам полезен. И он резко сокращает трудозатраты при составлении чат-ботов. Массовость. Много, множество задач можно передать круглосуточно, массово, неограниченному количеству людей. И там есть индивидуальный подход и обратная связь. И там полная учебная аналитика. Мы видим аналитику, на что они реагируют. И где же эта идеальная платформа? Это платформа SnatchBot. Snatch по-русски означает «хватки». Она бесплатна. Там есть платные серверсы, но они нам не потребуются. И там действительно есть функции искусственного интеллекта, но, скорее всего, они нам не потребуются. И я сейчас покажу проверку идеальности на примере игры. Зачем Козе Баян? Анализируйте, не соглашайтесь, не уходите от главной мысли. И так начали. Все нормально, Игорь Владимирович? Да, все окей, нормально, все отлично. А я сейчас покажу моего бота Василия. Вот он, мой бот Василий. Начну сначала. Это вариант бота Василия. Вот он так выглядит. Видите, я половину лица оставил свою, другую вот так вот. Почему это сделал? Потому что у него есть живое общение. В любой момент собеседник может вызвать меня, автора, вживую общаться. Ну, вот тут вы видите. Хорошо видно на экране? Да-да-да, все хорошо, все отлично. Вот так. И тут есть неуловимый Джо оценка качества, бот против Баяна, который выяснит, нужен ли педагогу бот как Козе Баян. Видите, какие я придумываю метафоры, образы, чтобы создавать игровые моменты. Блеск и несчета цифровизации в работе педагога. Как написать сценарий, вот то, что вам надо, прежде чем лезть в конструкторскую часть, как написать сценарий. На дополнительное профессиональное образование, как посчитать время и деньги. Сейчас готовлюсь к еще одному докладу на конференцию крупного университета. И там организаторы хотят, и главная боль, где найти время и деньги на ДПО. Вот этот бот будет мне помогать до и после вот этого моего доклада. Ну, какую хотите игру? Какой сценарий? Давайте Ольга Павловна, Ольга, давайте, вот что хотите, давайте, говорите. Ой, я даже... Мне все интересно. Все интересно. Вот первую игру, которую я создал, бот против бояна. Зачем педагогу бот, как козе бояна? Тут сразу, видите, вот эти дикотомические варианты, они отсекают, что интересует этого человека. Конечно, это неестественная речь, но она позволяет имитировать диалог. Вот что он умеет, можно спросить, да. Много есть документации, но могу показать. Он может показывать видео, вот так вот. Какие-то ролики. Это еще одна моя фишка. Вот такие 3D студии я умею делать, виртуальные, с обретом камерам. Другие возможности, может показывать новости, какие-то выдирать самые последние новости и показывать человеку. И так далее, другие возможности. Хочу играть. То есть, видите, до игры не ловим бот против бояна, может еще и какие-то предварительные беседы провести. Давай. Вот такие картиночки можно вставлять, они создают настроение. Обратите внимание, что это версия, которая не обращается по имени. Эта версия называется страничная. Эту же игру можно смотреть, смотреть того же самого бота Василия, можно смотреть в телеграм-канале. Вот там он уже обращается по имени. И как только там происходит беседа, я как оператор вижу, что в реальном времени, я вижу всех собеседников. Вот Юрий Николаевич зашел, что-то говорил. Это я уже как автор. И вы как авторы потенциально можете видеть, что говорит в настоящий момент. Вот такие вот возможности у этой платформы SnatchBot есть. Прекрасные возможности. Даже можно послушать. Николай, две минуты можно, да? Я вчера обучающимся... Да, я вчера... Да, Ольга, будет запись. Вам льда будет, больше никому. Значит, вот смотрите. Я вчера кинул свой бот по инструкциям, о котором я буду говорить. И я хочу акцентировать внимание. Вот в режиме живого чата, здесь вот на платформе, можно корректировать и общаться с человеком вживую. Да, я как раз об этом и сказал. Вызвать человека в беседу. И вот давайте я сейчас прямо это продемонстрирую. Я тут что-то пишу. Я тут, к примеру. Вот он отвечает. Где это? Где? Где? Видите, я написал ему я тут, и он увидел. Давайте еще раз. Вот хочу живое общение. Если автор в онлайн, конечно, он должен быть в онлайн. Вот я вижу, что меня хотят услышать. Я пишу ему автор бота здесь, какой-то текст. И видите, собеседник в телеграмм ведет с ним беседу уже вручную, то есть на естественном языке. Вот собеседник написал привет. Понятно, да? Саму игру я ввиду отсутствия времени не показываю. Эту интригу оставляю вам. Играйте с ним сколько хотите. Можете мне писать. Но он логичен, он убедителен, он рассуждает логично. Пожалуйста, играйте. Что еще можно сказать? Кроме этого, можно этого же бота в кавычках прописать, дать ему квартиру в фейсбуке. Вот это тоже бесплатно. Вот ватсап там дорого. А так можно в фейсбуке. Вот тот же самый бот Василий работает еще и здесь. Дальше. По сценариям. По сценариям. Вот такие вот ссылки на сценария. Только в виде исключения. Мое ноу-хау передам. Здесь есть терминология в этом сценарии. Как работать с этой таблицей. То есть все методично, нормально. И риски тоже есть. Вот эти сценарии. Бот против Баяна. Прежде чем тыкаться на кнопочки, сначала я вот это прописываю. А вот это сценарий блеска несчета цифровизации. Теперь сам конструктор, наверное, Владимирович сам расскажет про работу с конструктором. Но я хочу сказать, что в принципе тут не так уж все и страшно. Он состоит, ну когда мы создали имя, дали ему фотографию, там назвали. Я сейчас не буду вдаваться в такие детали. Сам конструктор состоит из взаимодействия. Вот эта колонка. Видите, на экране рисую. Игорь Владимирович. Видно, да? Видно, видно, видно. Первый базовый термин взаимодействие. Что это значит? Это значит, оно включает название. Вот какая моя методическая конструкторская фишка. Они все имеют порядковые номера. Так быстрее потом делать привязки. Когда делать связи между собой. Смотришь в табличный сценарий. Если это, пойди на 7,07. Вот это вот взаимодействие состоит из имени. В каждом взаимодействии есть сообщение. Это то, что говорит бот. Вот. Например, у этого взаимодействия под названием «Какая цель?» Вот такое сообщение пишет бот. Есть карточки. Можно какую-то картинку ниже подставить. Загрузить картинку. Это для образности. Вот мои тут картинки. Всякие разные из разных сценариев. Это не обязательно. И третий пункт. Есть связи. Вот эти кнопочки под сообщением, которые видит собеседник. Человек. Даете ему ответ и указываете, куда надо пойти. Если курсов много, то пойди на 7,02. С клавиатуры 7,02. Он раз нашел. Не буду показывать эти тоже технологические моменты. Но вы должны понять, что вот эти три пункта под названием три базовых элемента логических и технологических. Взаимодействие, сообщение, что сообщает бот и связи, куда идти, в зависимости от ответа. Вот если вы это поймете, тогда можно, в принципе, это дальше технологически не рассказывать, а сразу направлять все силы на разработку сценария. Вот мы тут до начала встречи говорили про... Есть разные виды ботов. Самое интересное, это диагностический. Врачи проводят диагностику. Следователи, педагоги могут проводить диагностику или выяснение правды, что же происходит, и дать свои рекомендации. Так вот, диагностический ключ, он используется в медицине, в следственных действиях, он всегда работает как? Есть некая ситуация проблемная, бот или следователь, или врач, или педагог задает вопрос, это так или нет? И после каждого ответа половину проблемы отбрасывает. Там нет проблем. И начинает дальше копать в оставшейся части, в логической, содержательной, уточняет, что же за проблема. А, у тебя аппендицит, иди так. Вот рекомендации идеолога. А, у тебя там, ты не знаешь, как решать эту задачу, посмотри этот фильм или почитай вот эту главу. Вот как, из чего состоит трудоемкость. На самом деле трудоемкость, вот я сейчас получил заказ, вы сейчас видите на экрану смету. Хороший заказ, я его назвал Иван, бот, будет, это еще не готово, но я уже смету составил. Вам это важно, есть иллюзия, что любой может сесть и создать что угодно. Не так все просто. Подготовленный, да, сможет, а вот так без подготовки нет. 16 тем или уроков, в каждом уроке диалоги уже подготовлены на этом языке, вот и темы. И трудозатраты. Вот я посчитал мои трудозатраты на диалог, состоящий где-то из 5-6 фраз, то есть маленький диалог. Ну или там, допустим, запомнить 10 национальностей мира, говорит человек, называет, что он там русский или американец, обучаемый должен понять, что у него за нация и голосом ответить, американец. Вот, проверяет, говорит, правильно, это американец, следующая нация. Так вот, такие вот диалоги требуют у меня, например, 45 минут. Если я введу другое число, то будут другие цифры. Видите, вот такой создал калькулятор для себя. Да, да, да. Сумма получается приличная, причем я тут даю скидки бешеные, вон 45%, мой час стоит 3 500. В данном случае мне было интересно, я дал колоссальную скидку, и все равно суммы большие вылазят по трудозатратам. Вот это все вот. Да, Игорь Владимирович? Да, вы знаете, на самом деле замечательная вещь. Я хотел спросить еще, вот, ну, тут все понятно. Значит, по работе, вот именно по работе, куда мы, что мы можем интегрировать, куда мы можем интегрировать этот бот? То, что мы в Facebook можем интегрировать, однозначно отлично. Я так понял, что с Instagram все плохо. Значит, ВК, что у нас там с ВК? Не пробовали вы, не думали об этом? ВК, по-моему, нету, но не буду врать. Вот эти каналы, где его можно... Да, да, ну, там нет просто ВК. В кавычках, вот этот список, куда можно его не интегрировать. Да, куда можно интегрировать. Не интегрировать, поселить или сделать плон. Да, 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 ну, чтобы, да, да. Он будет то же самое, все будет то же самое, только в другой оболочке. В другой оболочке. В WhatsApp, в WhatsApp, да. Еще вопрос, вот смотрите, да, и вот мы... Это уже немало, можно даже в одной обойтись. Я думаю, что да. Потому что на самом... Вот смотрите, еще один вопрос. Если мы интегрируем вот в свой бот видеофрагмент, обучающийся или человек, который смотрит, играет в этого бота или смотрит этого бота, он не переходит, не появляется меню до того момента, когда полностью видео просмотрен. Или как? А, нет, он может его даже вообще не смотреть, может, он уже его видел, и нажимать кнопку ОК, и диалог пошел. А все-таки, а как сделать так, чтобы просматривать? Чтобы обязательно смотрел до конца? Да. Не, ну это жестоко. Это жестоко. Это жестоко, вот Ольга смеется, а я, понимаете, это лишняя дубина, Игорь Владимирович. Ну, если человек, более взрослые люди, ну, если он знает, что он получит, повышение квалификации, корочки, премию и так далее. Ну, это понятно. Он будет смотреть. Потому что я... А если там скукотища и занудным голосом говорит, как некоторые, и не мысль, ну, и будет он вот это сидеть и засыпать. Нет такого. Ответ отрицательный. Нет такого. То есть, ну, в принципе... Ну, студенты не всегда заточены на получение знаний, которые они... Это понятно, да, да. Но мотивация все равно как бы появляется после того, как человек и разговаривает с этим ботом. И вообще замечательная вещь. И еще вопрос, скажите, пожалуйста. Вообще скажите, пожалуйста, еще один вопрос такой у меня к вам. Вот с телеграмом, понятно. То есть телеграм – это отдельный диалог. Это не как в Фейсбуке прям в беседу встроен чат-бот. Вот он работает в Фейсбуке. Вот он работает. Да. Вот у меня, например, он встроился в диалог. То есть он на страницу встроился. Прям тех, кто захочет на странице поговорить со мной, то все, значит, нажимают и разговаривают. Ну вот так, да, как у вас вот здесь. У меня тоже он встроился. У него есть мессенджер, у него есть на какой-то странице можно вести. Да. У него, это Фейсбук, у него есть просто на странице без никаких Фейсбуков и Телеграмов. Вот он просто работает, ведет диалог. И в Телеграм. Ну зачем столько много? Уже и так. Я же как и скажу, что не у всех даже Телеграм есть. Ну понятно, понятно, понятно. Ну понятно. Слушайте, а вот это вот как, это же вот вы сейчас показывали по поводу того, что это просто в браузере в любом открывается. Да, то есть тот, который по-моему… Да, и на смартфоне тоже, я проверяю, я все проверяю, сам себя контролирую. Да, конечно. То есть если все равно на ссылку нажимают люди, то он открывается в том, в браузере, который удобно обучающемуся, или человеку. То есть он открывается… Ничего скачивать не надо. Да, ничего скачивать не нужно. Плюс к этому еще можно сделать кнопочку, и он может вам позвонить или написать что-то. То есть на вашу личную почту. Он может нажать вот сюда, мне письмо написать, вот ссылочка на это, письмо. И может вызвать человека, и я ему… Можно настраиваемую кнопочку сделать, да? Я добавляю, вот уже интерфейс, я вижу, кто находится, кто меня хочет слышать. Я добавляю кнопочку «Вызвать автора». Ну да, да. Или мне нужен человек, если он нажимает, и один из… Там есть разные виды взаимодействия, обычно это текст, а есть именно для переписки. Для переписки вызвать человека, и человек отвечает, если он там. Причем, если человек не отвечает в течение 60 секунд, например, он на обеде или спит, то бот автоматически выходит из режима беседы и дальше продолжает беседовать уже сам. Вот так. Да, да, я помню эту функцию. И, кстати, вот недавно совершенно вчера в Фейсбуке как раз в личной переписке девушка из Казахстана начала переписываться. Смотрю, значит, вот мне приходит, что начался живой чат. Я тут, значит, через 5 минут присоединился, и мы очень даже хорошо поговорили. Ох, время заканчивается. 10 минут осталось почему-то нам. Но, тем не менее, давайте. Ну, мы раньше начали, мы не уходим, просто еще раз зайдем. Да, через 10 минут мы просто перезагрузка у нас будет. Я называю это так. Да, выйдем и снова зайдем по той же самой ссылке. Ничего страшного. Оль, есть какие-то вопросы? Вот это называется гибридность человека-машина. Это очень редкий вид платформы. Это SnatchBot. Я думал, голландская, а оказалось, израильская. Ну, просто интересно. Лучшая в мире платформа. У нее аналитики пишут, она входит в 11 самых лучших, но у нее только один минус. Это сложность. Но зато сложность дает функционал. Ни одна платформа не делает гибридность. Хотел с человеком, хотел то. Вот этой гибридности почти ни у кого и нет. Или она платная. Вот индусы сделали интеграцию с Dialogflow. 40 долларов в месяц немножко кусается. А это бесплатно. Бесплатно. То есть я вам на блюдечке сделал все подарки и жду от вас каверзные вопросы про нищету чат-ботов. У меня не про нищету, у меня про возможность его применить в учебном процессе. Вот смотрите, можно запрограммировать таким образом, что одну тему можно практически изучить без моего участия. Это надо обследовать. Я называю передачу Боту грязной работы педагога. То есть самую рутинную, самую неблагодарную, которая пожирает время от творческих каких-то интересных, там написания книг, подготовка каких-то деловых игр. Вот грязную работу. Но живое общение и решающая роль, на мой взгляд, остается всегда за педагогом, за человеком. Какая грязная работа? Проверка, подготовка ВКР, курсовых, лабораторных и так далее. Одни и те же ляпы делают, пожирают время, возвращаешь назад, он снова пересылает тебе какую-то недоделку. Что еще? Вот диагностика по каким-то наиболее частым проблемам. Вот в игре Козье Баян он начинает. Есть у вас типовые рутинные работы? Если человек говорит, нет, у меня все хорошо, вам бот не нужен, он говорит. Ну зачем вам этим заниматься? Вот когда рутина, не хватает времени на работу, семью, отдых, вот тогда, пожалуйста. Еще вопрос. То есть можно? Можно настроить человек-бот для работы группы? Или он индивидуален, привязан к какому-то... Нет, нет. Можно имитировать работу. Это все имитация. Он может имитировать... Вот как у меня в игре «Блеск и нищета» цифровизации в работе педагога, там я ввожу персонажей. Как раз из произведения Бальзака «Блеск и нищета» куртизанок взял вот эти имена, Эстер, там еще и прочее. Естественно, там все прилично культурно, но Эстер в некоторых ситуациях доходит до разрыва с семьей. У нее муж таксист, он много зарабатывает, но редко бывает дома. У нее трое детей. И тут она появляется в эту цифровизацию. В итоге у нее нервный срыв. И она уходит. В другом сценарии она все-таки поверилась, поговорила с одним экспертом, с другим. И она подала заявку на конкурс онлайн-курсов и выиграла, получила миллион рублей. И причем она с ума не сошла при этом в цифровизации. Понимаете? И вот эти вот персонажи, виртуальные персонажи, они с образами, с картиночками, они начинают там подзуживать, сомневаться. Ну, как классический сценарий кино. Герой, антигерой и сомневающиеся, которые все время колеблются. Ни рыба, ни мясо. Да, вот как раз Юрий Николаевич. Скажите, пожалуйста, а можно двух ботов как бы подключить к какому-нибудь... Или тут они все... Вот они не могут вместе взаимодействовать? Этот нет. Этот нет. Нет, я вообще не видел. Я видел комические игры, когда два бота беседуют, и там просто очень смешно. Но, во-первых, нет смысла педагогического. Может, я подумаю и придумаю, но нет. А вот, да, посмотрим... Юрий Николаевич, да. Да, вот подождите. Вот смотрите, какая история. Может происходить. Можно же сделать кнопочку для перехода, например, вы хотите узнать там, значит, там что-то, да, и переход на другого бота. Я своему коллеге... Ну, сейчас я вам скажу, что я придумал. Я понял, я отвечаю. Я понял, я отвечаю. Я в бота Василия пихаю, вот у меня там уже несколько сотен этих взаимодействий. То есть не надо выходить из одного, а все с этим Васей вот играешь. Он у тебя и этому научит, и тому. Если сделать ссылку на другого бота, будет какая-то нелогичная ситуация. Этот Вася, тот Миша. Зачем? Они живут рядом. Я вам расскажу. Может быть, я не хочу... Тут тоже задавайте. Вопрос такой, сейчас я быстро на 4 минуты. Например, я разрабатываю свой чат-бот, параллельно мне преподаватель разрабатывает свой чат-бот. Я ухожу в отпуск, могу я передать... Вот сейчас разговор шел. Да, боты можно передавать. Второе, их можно конструировать, распараллеливать работу. Я вот эту тему веду, ты эту. Вот, да, вот, да. То есть это можно, да? Да. Сделали. Ни к телефону, ни к емейлу, ни к телефону не привязан год. Он к чему привязывается вообще? К чему привязывается, когда я его разрабатываю? Я плохо разбираю слова. Значит, Юрий Николаевич, Ольга спрашивает. Юрий Николаевич, Ольга спрашивает. Значит, к чему привязывается? Привязывается к регистрации на сайте. Да. Именно к вашим личным данным. Да. Есть там такая фишечка. Да, знать бот. Да. Есть такая фишечка, когда вы можете добавить еще разработчиков этого бота к себе, значит, соавторов. То есть вы можете взять, например, какую-то часть. Все это онлайн делается. Плюс к этому, если учащиеся, например, смотрите, да? Вот мы переходим уже ко второй части, ко второму блоку. То есть вы можете как два преподавателя собраться и сказать, ты делаешь вот эту часть, да? Я делаю эту часть. И потом, значит, мы, вот это будет наша совместность с тобой бот, да? По этой теме. Я, кстати, очень часто обращаюсь к коллегам, и мы это делаем. Правильно я, Юрий Николаевич, рассказал? Да, да, можно распараллеливать. Вот мои боты. Я тут, я уже многих поудалял. Вот этот бот Василий. И там можно добавлять еще со разработчика. Там есть один минус, который вот, может быть, это не минус. Если нужно объединить двух ботов в один, вот это не работает. То есть при импорте старое уничтожается. Надо сразу делать параллельное, распараллеливать, давать ему в настройках. Ну, Юрий Николаевич, ну это все же происходит онлайн. Почему даже вот я заметил, что многие в живых чатах, когда вот пишут там кого-то, например, ошибки там я не увидел. Вот, да, как раз Юрий Николаевич показывает, что пригласить. Вот можно второго пригласить. Да, да, пригласить. Показать имейл, и он будет доступен. Да, 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 очень интересная тут история. История такая же, как и в Google классе. Такая же история. Приглашение других участников для того, чтобы могли участвовать в разработке этого бота. Я хочу сказать о том, что... Вопрос к вам. По поводу видео я понял. По поводу кнопок понял. Вот по поводу взаимодействий все понятно. Как бы и где это все может быть взаимодействие? Ну, как бы все как-то вот... Ну, там больше как-то и спрашивать особо нечего. Все как-то замечательно. Вы можете задавать вопросы потом. Да. А после нашей встречи короткой, вы просто поиграетесь. Посмотрите, побеседуете. Может быть, у меня есть крупный минус. Я где-то делаю опечатки. Мне не хватает корректора. Хотя я стараюсь. В школе у меня была тройка по-русскому. Это потом академию с золотой медалью, диссертацию. Это было потом. Но все равно вот этот минус. Поэтому пишите. Буду очень рад, если где-то...